Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Кто заметил, у меня новый задний план. Я ничего не покупала. Эта ткань у меня была дома. Однажды я купила эту ткань и решила, что я начну шить, а потом что-то не получилось. Здесь было 3 метра и где-то полметра я испортила этой ткани. Но остальное осталось. Я решила попробовать сделать такой задний план. Как вам? Обязательно пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Мне кажется, что все-таки фон достаточно темный и надо что-то посветлее выбрать. Не совсем, наверное, белое, но что-то такое молочное. В общем, пишите, будет очень интересно почитать. Что у нас сегодня? У нас очень аппетитный стол, ну, по крайней мере, на мой вкус точно. Здесь роллы, крылышки, мои любимые пельмешки с сыром. Это, конечно, вообще прям моя слабость. Посмотрите, как все тянется. Надо было такую заставочку. Очень много сыра. Обожаю. И роллы. Роллы выглядят очень аппетитно, очень красиво на самом деле. Пахнут обалденно. Это у нас югудза. Вообще они молодцы, реально. Всегда такие аккуратные роллы, красивые. Здесь у нас еще оливочки. Я уже приноровилась. Сегодня у меня был предпоследний урок по вождению. Я прям уже, знаете, так уверена. И еще. Смотрю на машину и думаю, блин, такую бы тачку. Нет, хочу вон ту. Мне так нравится Kia K5. Видела такую синюю. Очень богато смотрится. И, наверное, я завтра буду для вас снимать последний наш урок. Если хотите, могу и номер моего инструктора ставить. Это абсолютно безвозмездно. То есть, я за все свои занятия платила. Ну так вдруг кому-то понадобится. Как я сегодня сделала? Например, я все равно на вождении. Я взяла, остановила, быстренько зашла, заказала роллы. Потом обратно поехала. Через полчаса вернулась и забрала роллы. То есть, сделала свои дела. И еще плюс, побыла на уроке. Смотрите, какие огромные просто роллы. Очень аппетитно смотрятся. Особенно эта шапочка. Не разваливайся. Машину пока не нашла. Дело в том, что в последнее время у брата очень много дел. Он очень занят. И, с одной стороны, хорошо. Значит, дела у него идут хорошо. Но, с другой стороны, на меня нет времени. У него есть только суббота и воскресенье. Но каждую субботу и воскресенье у меня появляются какие-то свои дела. Смотрите, как тянется сыр. Обожаю, когда сыр тянется. Еще я в инстаграме поставила опросник, хотите ли вы неделю влогов. Я понимаю, что в таком случае влоги получатся не столь насыщенные. Но все равно постоянно у вас будет материал. Очень много людей проголосовали за то, что они хотят каждый день влоги. Я думаю, в ближайшее время тогда уже начать снимать для вас неделю влогов. Так что ждите. Возможно, видео будут не очень длинными, не сильно насыщенными. Но зато каждый день какие-то кусочки, моменты из своей жизни, как проходит мой обычный день. Очень вкусные роллы. Не знаю, что здесь, но вот эта шапочка, это, конечно, нечто. Я уже начинаю обращать внимание на номера. Раньше никогда не обращала внимания. А сейчас мне хочется какой-то крутой номер. Куплю машину и посмотрю, сколько стоят эти дорогие классные номера. Конечно, в пределах разумного. Естественно, если твой номер стоит дороже, чем твоя тачка, это очень глупо. Но у меня квартира, например, 111. Я бы хотела на машине тоже 111. Или 14. 0,14. Но мне кажется, 14 будет попроще найти, чем 111. Прикиньте, у меня и у моего родного брата день рождения 11 числа. И маме не делали кесарево. Так получилось, что она родила. У меня 11 декабря, а брата 11 мая. Так что это для нас святое число. Ну, если такая пасмурная погода, все-таки грустная. В такую погоду я обожаю сидеть дома. Вот заказать что-то вкусненькое. Посидела дома, посмотрела какой-то сериальчик. Но я сериальчики не особо смотрю. У меня просто терпения не хватает смотреть так долго. То есть максимум я могу посмотреть там видео, чей-то влог на 20 минут. И все, не больше. Если влоги там, не знаю, час-полтора, я обязательно перематываю. Я не могу подряд это все смотреть. Я еще летом поняла, что выбор машины, это реально очень сложно. И когда тебе одна машина очень понравилась, как в моем случае было. Помните, я вам во влоге показывала с таким оранжевым салоном. И мне она была прям под душе. Вот с таким салоном я уже не могу найти. Правда, говорит, салон можно переделать. Но все равно, когда я иду смотреть машину, я уже иду, знаете, с такой неохотой. Уже, ой, что-то переделывать надо. Она изначально мне не по душе. А вот эта вот машина с оранжевым салоном, я заметила, что ее даже удалили. В этом поисковике, где машина продается. Значит, кто-то ее уже купил и кто-то сейчас ее водит. Я понятия не имею, почему так произошло. Потому что мы собирались ее покупать. И вроде как договорились. Почему там резко у него появился какой-то другой клиент. Что там произошло, я так и не поняла. Крылышки острые. У меня прям пар из ушей. И вот мне та машина, она была по душе. И вот чем больше времени проходит, и мы смотрим какие-то другие варианты, я вот жалею, что я ее упустила. Она была такая, цвета мокрый асфальт. Идеальная, внутри аккуратная. Прям видно было, что за ней ухаживали. Этот оранжевый салон. Включается, выключается старт, стоп, там кнопка. Рядом со спидометром, там такой экран. Прям написано, сколько километров ты едешь. В общем, как я села в эту машину, я сразу влюбилась в нее и думала, все, берем. Вот буквально два дня, и он резко передумал. Хотя мы как бы сильно не торговались даже по цене. Очень печально, что так получилось. Многие пишут, что это карма. Ты тоже самое сделала, когда сдавала квартиру. Ну да, наверное. Но жалко, очень жалко. И вы знаете, это на что похоже. Когда, например, ты влюблен в одного человека и расстался с ним. А потом, например, начинаешь новые отношения. И ты вроде смотришь, ну да, неплохой парень. Но у тебя душа лежит к бывшему. Вот у меня вот такое состояние. Моя душа лежит к этой машине, где там салон оранжевый. Я понимаю, что уже все, нам не быть вместе. Но уже новые варианты, я смотрю как-то, ну так. Хотя пора уже смириться. Не получается смириться. Совсем забыла про этот ролл. Продолжение следует... Красота. Красота. Давайте еще пару штучек. И все. Вчера не было видео. Я целый день просто рисовала. Для бумажного канала. Сейчас тоже, наверное, смонтирую это видео. Пойду в парикмахерскую, немножко подстригу кончики. Увидела там в комментариях, девчонки мне писали, что очень неопрятно смотрятся волосы. Нужно подстричь кончики. И я с вами согласна полностью. Совсем чуток вот столичка хочу подстричь. На этом все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.